Хождение по мусору. Когда-то красивая аллея за мечетью, сегодня утопает в грязи и бытовых отходах. С обеих сторон пешеходную дорожку окружают горы пустых бутылок и банок, упаковок, фантиков и окурков. Это не только некрасиво, но еще и опасно для здоровья, уверен эколог Владимир Плюснин. Это резко увеличивает риски различных заболеваний, это ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Рядом находится родник очень популярный, вот так и называется, корабельный. Уже много лет Первоуральцы – единственная организация, которая каждый год наводит здесь порядок. Вот и нынче общественники намерены провести субботник. Координатор Владимир Плюснин оценивает масштаб работы и призывает всех неравнодушных жителей этой весной взять в руки метлы и грабли. Это наша общая задача, если мы хотим каким-то образом видеть город более-менее уютным. Ну, проще всего, конечно, сидеть на диване и там в комментариях в интернете писать, какие все подлецы. Но сделать какое-то усилие над собой, прийти и поработать ручками – это, увы, удел, к великому сожалению, немногих. Впрочем, мало навести порядок. Его надо еще и сохранить. Житель микрорайона Хромбик Владимир Соловьев призывает городские власти взять под опеку не только центральные аллеи, но и эту территорию. Всегда мусора много, потому что урн-то нету, а куда кидать-то? ЖКО должно тут убить. Тут надо урны поставить, и все, и проблем-то меньше будет. Переполненные баки и горы мусора рядом с ними. Жители жалуются, что коммунальные отходы во многих дворах вывозят не вовремя. А это, как уже было сказано, может нанести вред здоровью. К тому же вызывает нарекания у первоуральцев. В социальных сетях люди выкладывают фотографии того, что творится у контейнеров, и возмущаются по поводу реализации мусорной реформы. Плата большая взымается, но по факту, что на самом деле стало еще хуже. Пусть более ответственно к этому относятся, мне так кажется. Потому что у нас, вот если вы видите детская площадка рядом, и такое, мне кажется, очень грубое нарушение. Ложку дегтя в эту и без того непростую ситуацию добавляет некорректное начисление за новую услугу, напоминает член общественной палаты Первуральска Владимир Плюснин. Эта тема на особом контроле у активистов. Некорректно в таком плане, что, допустим, в квартире раньше был прописан человек, который там, допустим, выписался, а счет за мусор на него приходит, например. Или человек умер, а счет на мусор на него приходит. За комментарием по всем проблемным вопросам мы обратились к региональному оператору.